Итак, друзья, я продолжаю свое путешествие на автомобиле. Проехал я уже юг России, сейчас я в Грузии, был в Армении. Сейчас я уже в Турции и продолжаю свое путешествие по этой замечательной стране. Итак, ребят, приветик, сегодня 9 число у нас, 9 декабря. В общем, все, я с отеля выезжаю, еду сейчас в сторону границ Турции. Вот мне надо сейчас поменять Лиры в Лире, ой, Ларе в Лире, наоборот, турецкие. Вот здесь прям куча обменников стоит на границе, мне 14 километров от Батуми до границы. Вот, и, соответственно, там буду делать страховку на 3 месяца на машину, медицинскую попозже чуть сделаю, ребят. Ну и, соответственно, буду переходить к границу. Вот отельчик мой, ребята, меня провожают, хорошие тебе хозяева здесь, классный отель, ребят, так что заезжайте. Кому нужно будет ВКонтакте, я скину, ребята, 35 лари в день, это если ты трое суток берешь, хорошая цена. Ну, от города, соответственно, 3-4 километра, нужно будет на машине добираться или на самокате. Еще, друзья, поменял деньги, 300 сантиметров у меня получилось на 50 лари, вот, на страховку, где-то 250 нужно будет на 3 месяца. Сейчас залился дизелем, конечно, ой, дизель, бензином, но бензин здесь по 3 лари 14, в общем, дорогой, я не знаю, мне кажется, как в Турции, наверное, ценник здесь. По 2,8, конечно, было приятнее где-то там, но там это было где-то, в Кутаисе заправлялся. Вот здесь, конечно, дороже, ну да ладно. Вот, ребята, и все, ребят, мне 9 километров до границы. Видите, погода сегодня не летная, такая не очень приятная. И, ребят, надеюсь, что я уже буду сегодня в Турции. Значит, ребят, все я вроде заполнил, бумаги все тут сделал, заполнил, вот эту регистрацию прошел в интернете, там 3-3 сутка на действие вчера я это сделал. Поэтому думаю, что должно быть все нормально. Сегодня всего лишь, ребята, 13 градусов погодка. Опа, как он выезжает. Раз, раз, раз. И вот, друзья, посмотрите, ребят, на погодку такие вот дожди здесь бывают. Ребят, ребят, такую погоду не хочется здесь находиться. Видите, что здесь такая? Она здесь не часто, но бывает, ребята, и достаточно продолжительное время. В общем-то, днями. Неделями я не думаю, даже не знаю просто, там почти у местных жителей. Но такая погода, ребят, здесь бывает. Я вообще никуда не выезжу. Только, видите, дома сидит какие-нибудь фильмы, наверное, смотрите. Такие природные катаклизмы. Вот здесь, ребят, я снимал трона недвижего. Дом-дом-дом-дом на экране. Полный камер. Так, друзья, погода не летная. Езжаем к границе. Вот так она выглядит со стороны Грузии. Все перекрыто. Видно, машины прямо встают на берегу. Вот видите, здесь вот такая пробочка. Но это пробочка фуры. Как понял, здесь на легковых можно объезжать. Как, в принципе, и в Армении то же самое было. Потому что фур гораздо больше, а легковых вообще мало. Поэтому, я думаю, я сейчас тут быстренько проедусь. Фур стоит, конечно, и море. У них свой проход. Достаточно видосложный. Но они так потихонечку двигаются. Не так уж и много вроде бы. С одной стороны. Опа. Так, и мы так нагренько поедем к границе. Через 200 метров ваше местоназначение будет справа. Видите, два флага грузинские. Что-то флаг Евросоюза здесь. Я даже не знаю, что он здесь. Почему Грузия вроде не Евросоюзе. Непонятно. Ну, ладно. Не знаю. Так, все тут закрыто. Сейчас. Ваше местоназначение находится справа. Посмотрим, где-то легковое. Вот, ребята, такая граница. И вот, ребята, такая граница с Турцией. Все, прошел Грузию. И все, ребята, я в Турции. Все быстро прошло, друзья. Как классно. Я в Турции. Трабзон. Ух. Все отлично. Так, на машине в Турции. Декларацию вот я не сделал, я ничего-то не понял. Ну, ладно, значит, сделаю чуть позже. Сейчас отъеду немножко отсюда. В принципе, здесь еще делать надо с этой границы уезжать. Я в Турции. На русских номерах. И, ребята, как обычно, попал на разводняк. Страховку хотели продать перед границей с Грузией. За 300. Хотя я знал, что она 250 стоит. Хорошо, что я не повелся, не купил. За 250 так и есть. Прямо на самой границе, прямо перед полицией. Там ее так продали, ребята. Ну, и, соответственно, друзья. Ну, как есть. И, соответственно, ребята. ПЦРТС хотели прямо меня на ПЦРТС развести. Сама полиция Грузии. Которая на тому же сидит. Ребят. Прямо, говорит, идите купите. Там точно проверяют. Говорят, не проверяешь. Вы знаете, можешь спросить? Иди, купи ПЦРТС. Просто, ребята, просто разводняк. Я по-другому не назову. Просто разводняк. Иди, возьми ПЦРТС. Потому что его не знаешь уже. А в Турции все я показал. Ковид-паспорт, говорит, и все. И все меня пропустили нормально. Без ПЦРТС, ребят. Если вы вакцинированы, то без ПЦРТС. Друзья, так что все отлично. Хорошо, что не повелся, ребят, говорит. Сэкономил деньги. Одним словом, видите. Везде какие-то поборы одни. По-другому никак не скажешь. Вот, смотрите, какие очереди стоят. Все, я уезжаю. Еду дальше, друзья. Классно. Теперь до ближайшего городочка. И покупаем сим-карту. Еще, друзья, вот первая деревня. Еще не попривык. Еще лиры. Вроде, по сути дела, та же самая Грузия. Только уже Турция. Уже вот другой ценник. А, вот уже турецкие номера. Еще грузинские где-то есть. Реклама такая, да-да-да. Как в Турции, ребят, такие вот стоят вывески. И тут все написано у них. Сейчас, ребят, будем смотреть сравнение. Старп-хотель. Так, зеленый. Но что-то он не едет. Странный чувак. Вот так. Отель пока нам не нужен. Вот, друзья, первая деревенька. Такая, конечно, грустная такая деревенька. Прям очень грустная. Но зато, ребят, дожечек закончился. И я пересек границу. Все нормально, меня впустили. Без всякого разводника. Опять меня тут нервы немножко подняли. С этим ПЦР-тестом, блин. Я четко прочитал. А она сразу разводит. Сделай ПЦР-тест. Сделай, иди, и все, блин. Короче, просто побор денег, ребят. Все, побор денег на этих ПЦР-тестах. В Турции, ребят, он не требуется, если у вас есть вакцинация. Вот он не требуется. Так, вот здесь даже можно погулять, сходить. Какой-то местный рынок, что ли. Даже хочется куда-нибудь зайти. Посмотреть. Дорога одна. Вот у них, ребят, что хорошо, конечно, дороги какие-то классные. Видите, здесь вообще супер здесь. Дороги широкие. Две полосы в каждую сторону. Отлично. Вот это уже Турция пошла уже. Видите, сразу другие дороги. Все, ребят, страховка 250 лир. Это где-то плюс-пинус там, не знаю, сейчас сразу, не скажу попозже, но расскажу. Где-то, в общем, полторы тысячи рублей плюс-минус. На три месяца, ребят, вообще. Так что ценник на страховке здесь очень хороший. Так, 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 и мы едем дальше. Видите, здесь так скромненько, друзья, все скромненько, прям тихо, скромненько. Это кафешечки. Все, друзья, уже не хотел здесь останавливаться, но хочу чуть-чуть поехать немножко пока. Дождичка нет. В общем, ребят, пока не купил сим-карту. Сейчас куплю сим-карту. Вот такая идет, ребят, хорошая дорога. Видите, две полосы, ребят, идет в одну сторону. В обратную сторону идет другая дорожка. Видите, как классно здесь. Дороги свободные, широкие. Вот, ребят, сразу чувствуется Турция после Грузии. Совсем другая. Видите, какие классные дороги. Вообще сказка, друзья. Просто сказка. Все, ребят, у меня на границе проверили там паспорт, все права, там свидетельства, страховку, все. Вынесли вид на меня в базу. Так что, ребят, я теперь здесь в базе на машине. Теперь, ребят, если вдруг мне нужно будет куда-то уехать, мне нужно в таможне написать бумагу. А то, ребят, штраф будет такой немаленький. Вот, и кроме меня, там, и мои родни, там, и моей жены, всем остальным запрещено ездить, там, ближние родни. Вот, другим есть, там, ну, к ним знакомым вообще ездить запрещено. Здесь такие вот, ребят, требования. Только я могу ездить на машине. А вы или жена. Ну, вот, тут такие требования интересные. Так, ребят, все это надо изучать. И будьте к этому внимательны, иначе будет там по 300-500 долларов платить. Вот, я пока еще сам не знаю, что я еще не знаю до конца. Но, вроде, я специально почитал информацию. По крайней мере, сейчас будет так. Так, чтобы меня спокойненько пустили. Все окей. Скоро будут делать, ребят, ВНЖ. Сейчас, два месяца, пока у меня есть на, на раскачку. Вот, а потом надо будет делать документ, чтобы дальше, соответственно, здесь жить. Такие классные дороги, друзья. Видно, другая плаца где-то идет с другой стороны. Вообще, прям, никого нету. Едешь классно, спокойно. Залил я, ребят, бензин очень что-то дорого. Видно, перед границей там дорого. 3-4, там, 3 лари 14. В общем, получилось там полбака каких-то там, ну, в общем, на 125 лари я залил. Ребят, в общем, 37 тысячи. 3000 рублей, в общем, получается. Не дешево, в общем, здесь так. Бензин на границе, видно, был. До этого заливал за 2,80, более-менее нормально было. Ну, посмотрим, сейчас вот здесь вот стоит будет уже бензин. Я газ не ставил, как вы помните, друзья. Так что буду ездить, ребят, на бензине. Газ пока отобьется, там непонятно, когда он отобьется вообще еще. Сто лет пройдет, поэтому нет смысла здесь какого-то большого. Так, ну и все, едем дальше. И вот, ребят, точно такие скромненькие домики стоят. Мы въезжаем в город Хопа, называется. Вроде такие тут даже свечки. Вот сейчас, ребят, здесь симочку возьму, потому что не пойму. Сейчас вот автобан, наверное, пойдет уже. Платный будет нам, неплатный, вот не ясно. Вот такие, ребят, домики стоят. Уже тут те. Опа, как он тут разворлячивается, круто. Все, фафа сделал. Так, друзья, и сейчас мы в этом городочке хопа остановимся. Так, у меня солнышка нет, друзья, сразу так настроение с другое. Вот видите, какие дома в Турции стоят такие. Высоточки. Что-то такое ощущение, будто в нем, как будто в нем никто не живет, ребят. Смотрите, какие дома. Вообще, по-моему, пустой здесь, ребят. Видно, построены, и вообще никто в нем не живет. Интересный такой дом стоит полный. И вот вторая часть такая же. Вот, вот рядышком дом живут. Вот так дома, конечно, симпатичные такие. Калимат видно другой. Здесь, смотрю, центр найден, друзья. Вон наверху домишки стоят интересные. Вот, Адалет, сарай. Все, ребят, уже все на турецком. Смеси с русским нету. В Грузии было лишь там на русском что-то. Тут уже все на турецком, друзья. Маркет. Так что сейчас. Опа, лимания. Все, ребята. Уже в Турции. Что-то они в масках. Все-таки у них масочный режим. А, сателлик. Сателлик, по-моему, продажа. Он продается что-то здесь. Сейчас, наверное, пойду прокачусь на самокате, ребят. Упросим карту. Что-то девочки стоят на дороге. Не пойму, что-то девочки стоят. То ли просто ждут, то ли непонятно чего. В общем, тогда заезжаю в центр города. И вот, ребят, сегодня у меня такой обед небольшой. Взялся какой-то типа бутербродика такого. 15 лир. Вот, что-то мне захотелось перекусить. Что-то местного сразу же. Вот, такой вот. Не знаю, сколько еще 15 лир. Сейчас будет, посмотрите. Я уже не помню. Курс опять забыл. Сейчас интернет сделаю, ребят, все сделаю. То есть, и сразу все пойму. Вот, поэтому вот, ребят. Здесь местные местечки. Я думаю, они недорогие. Все, тут покарочки приняли меня. У него нет покарочки. Завел меня в соседний магазинчик. Говорит, вот сюда пробей. Пробил здесь и все. Покарочек купил бутерброд. 15 лир. Вот, так что, ребят, такие вот нивантики здесь интересные сейчас. Буду знакомиться с турецкой начинкой. Как говорится, жизни. И вот, ребят, еду по дворам здесь. Так у них здесь все насыщено. Машинки, дома стоят. Вот, тут сим-карты еду покупать. Показал мне, что Турксел через километр. Уж не стал тут на самокате. Думаю, надо купить уже и ехать. Ребят, поел сейчас вообще каких-то вкуснястких, очень сладостей. Вообще таких каких-то необычных. Вот, буквально, ребят, каких-то 200 рублей на наши деньги. 18 лир. Это 100 рублей получается. Вот, в общем, одна штучка стоила. Вообще, в общем, здесь цены. Сейчас такие прям очень дешевые, видно. Может быть, здесь не туристическое место. Ну, прям вообще, ребят, просто за такую вкуснячину, такую хорошую, прям чуть-чуть. Вот у них, кстати, магазин Мигрос. Ребят, такой большой, помню. Вспоминаю, я сейчас уже, получается, полгода жил в Турции в свое время. Первый раз в 2014 году, 3 месяца. А потом еще 3 месяца, или 2-4 месяца жил. А вот Турксел. Жил еще, получается, в 2018 году, когда еще автодом был. Вот здесь только паркануться непонятно где. Сейчас пойду поищу в этот Турксел. И вот, ребят, Денисбанк, где без комиссии снимают. Деньги наши русские, с карточек. И вот, друзья, и магазинчик знаком уже Харка, как называется, А101. Битмэс. В общем, взял, ребят, сим-карту 169, по-моему, лив, получилось. Пока сейчас сразу не могу сказать. Около 700 рублей, по-моему, это получается. 20 гигабайт. Туристам только лимитные сим-карты. Без лимитных нету. И два... Помните, ребят, здесь одна единственная страна, ребят, которую я такую помню. Ух ты, какие у нее номера интересные, смотрите, ребят. Какие прикольные номера. Интересные такие. Страна, ребят, где, в общем, через 2 месяца сим-карта у вас блокируется. И телефон блокируется. Больше она работать не будет, потому что нужно покупать местный турецкий телефон. Вот так вот здесь сделано круто, ребят. Так что такая здесь тема интересная. Так что, ребята, мне придется покупать через пару месяцев телефон. Какой-то бэушный турецкий. Или, чтобы у тебя была регистрация, его расшивают. Телефон, получается, свой. Но за это надо заплатить то ли 16, то ли 18 тысяч рублей на наши деньги. Вот, поэтому... О, вот он, ребят, стоит. Красавчик какой-то золотой. Поэтому, друзья, придется хеллоу. Придется мне покупать какой-нибудь бэушный старенький телефончик турецкий здесь. У меня своих два. Вот, ну вот такие вот здесь нормы в Турции, друзья. И вот, ребят, гуляю по местному центру. Синку взял. У меня 20 гигабайт. Турцел я взял. Сразу их нашел, уж не стал тут ничего искать других. Дешевле там, но чуть-чуть. 20 гигабайт, чтобы уже спокойно на месяц я... 20 гигов, в принципе, все это нормально. На месяц мне хватит, чтобы более-менее нормально было. Комфортно себя чувствовать. Закачивать ролики буду где-то в кафе или в интернете. Ну, друзья. А, вот еще раз Турцел. Еще здесь есть. Ну, ладно. И вот, ребят, такой маленький небольшой центр. Пойдем чуть-чуть прогуляемся еще. Сейчас поедем нашу парковочку. Все вроде так. Просто такие очень, ребят, все это желательные. Все приятно. Улыбаются. Девчонки, мальчишки. Мало очень кто говорит, ребят, на английском. Там один поем вот только мне сейчас по-английски. А так все девочки сидят такие вроде нормальные, но никто ничего не понимает. Вот так вот, в общем, здесь. Друзья, так же такие вот. Такие нюансы. Вот у них типа такой гуляльной улицы. Здесь все продается. Все, друзья, я в Турции. Симку взял. Сейчас поеду в сторону Трабзона. Потихонечку. Веночки. Вот такие классные улицы здесь. Вот только ты. А вот здесь вам можно сим-карту взять. 12 гигабайт. Ну, ладно, взял я уже в Турксел. Фиг с ним. Вот. 6 гигабайт, 32 турки шлира. Что, тут цены есть подешевле. Ну, ладно, ребят, зато у меня Турксел. Фиг с ним. Не стал я тут уже. Может, и дешевле есть, наверное. Думаю, есть. Ну, ничего, на месяц мне хватит. Там уже разберусь дальше. Вот у них везде, ребят, такая улица есть интересная гуляльная, как назвать ее. О, ребят, эти штуки вкусные. Попробуем местные здесь попозже. Пока наелся сладостей. Да, у них здесь много телефонов, сим-карт. Но уже взял. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Водофоны есть у них, а Водофоны, блин, ну ладно. Забыл я про Водофонов совсем, друзья. Какая длинная улица. Вверг город, оказывается, не маленький такой. Идите погулять. Вот, ребята, вкушайте атмосферу. Да, куча здесь телефонов разных, симок. Ну вот, кто к себе подъехал. Ну ладно. Ребята, надо учить, ребята, турецкий по ходу дела. Потому что, нифига, никто ничего не понимает, ребята. Я, соответственно, ничего не понимаю. Я помню какие-то слова. Ломбеш, 15. Я сейчас посмотрел, я так уже вспоминаю чуть-чуть. Там, когда с вами здесь 3 месяца живешь, ребята, с вами немножко будешь учить турецкий. Ну и в итоге надо учить, потому что английского, ребята, никто не знает, больно. Чтобы как-то общаться, учить надо язык местный. Ну, мне это нравится, ребята. Наверное, такие решения были в Испании. Пока мне очень все нравится. Но, видите, здесь с легализацией проще. И поэтому, ребята, эта страна ближе к теме, как говорится. Вот такой центр, друзья, небольшой. Машинки, ребята, не скажу, что здесь роскошь. Не скажу, что прям какие-то помойки у них тут одни. Есть такие свеженькие, нормальные. БМВ вот сейчас лежу, стоит. Не знаю, сколько они здесь стоят. Может, конечно, очень дорого стоят они здесь. Я, если цену узнаю на новую машину. Ну, машины. Достаточно нормальные есть такие минивэнчики. Разные. Так. Так, куда я... И вот, ребята. Видите, у меня какие-то носочки красивые, друзья. У меня, в общем, кроссовок прохудился. Вот этот пришел зашить 10 лир, ребята. 10 лир, это где-то, ребята, 50 рублей. Примерно. Ну, в общем, вот такие вот подшить. Видите, он сейчас идет. Подклеит ли, подошьет, даже не знаю. Я уже что-то увидел, сразу думал, надо сделать, а то потом забуду. Кроссовок у меня крутой. Я их брал где-то за 60 евро в Испании еще в свое время. Ничего не мог на свою ногу подобрать. Поэтому надо ее подделать, чтобы еще ходить в нем. Эти кроссовки я вот даже подклеил. Я-то думал, тут что-нибудь шить будет. Ребята, мужичок готовится. Какие тут ниточки делает. Раз. Раз. Так что, ребята, вот так вот здесь такие мастера прям на улице стоят. Надо учить турецкие, друзья. Прям срочненько вообще никто ни слова не понимает. И спик англич? Спик англич? Ну? Ну? Вот эти, ребята, никто не понимает. Руссо? Ленгвич, ну? Да. Ну? Джорджи? Ленгвич? Ну? Джорджи? Ну? Вот, ведь никакой язык, только турецкий. Так что, никто ничего не знает здесь. Так, ну-ка сейчас кроссовик. Кроссовок мой будет шиться, друзья. Сейчас вы sentите, как мой носочки, друзья. Синяки. Упро. Субтитры делал DimaTorzok Ребята, ножки Все, друзья, моя красивая Все, все, ребята Так, ребята, я еду по какому-то платному автобану Вот сейчас до Трабзона уже туда ели в разы Первый город разы какой-то Перерозы Он сейчас спросил, ребята, может я уже на платную дорогу заехал Здесь 110 даже может представлять, тут не как хорошо Они говорят, нет, здесь мани не надо Он спросил, говорит, до Трабзона Деньги не надо Ну, где-то, наверное, с меня не надо, потому что фур быстрее все платит Потому что лежу не что-то стоит Там тарифы Так что, ребята, тут уже Надо узнавать все, какие нюансы, а то можно залететь Как и в Европе с виньеткой Так и здесь Вот и все, ребята, едем Мне 80 километров до Трабзона До Трабзона там 100 с чем-то было Ну, сейчас, наверное, до Трабзона сегодня можно доедать только Посмотрим, как хорошо тут будет И вот, ребят, еду Дорога отличная 110, смотрите Бесплатное Море под боком Черное, правда, пока, ребята До свидетельства я еще не доехал Вот, у меня сейчас я показывал У нас вчера было в Матуре 18 А Лани показывает 13 Поэтому погода там тоже такая Не вот, чтобы вау-вау Вот, так, друзья Пока вот так вот Видите, тут дожечек немножко капает Как я понимаю Такая вот погодка Не очень Ну, вот сейчас до Розель Мне осталось 58 километров В общем, где-то 120 До 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 Трабзона, ребят Потихонечку я еду В ту сторону Вот у них машины такие популярные Вообще, ребят Свеженьких машин достаточно много Я уже знаю, только они здесь стоят Конечно, надо писать ценники Но Достаточно много свежих машин Люди все-таки зарабатывают деньги Все нормально У нас все-таки Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать в Трапзоне Субтитры создавал DimaTorzok Думаю 5 звезд по любому Друзья, поэтому Арсин в город проезжаем У меня осталось 26 км Буду знакомиться с Турцией В Турции, друзья Турецкий нужно учить Они даже английский не знают Но мало кто знает Несколько слов Я бы сейчас сим-карту покупал Она там что-то говорит Она вообще не понимает Турецкий не понимает Она просто мне говорит Думает дальше, что я понимаю С ними тут сложновато Надо что-то понимать О, черба, ребят Супчик черба классный Поесть надо будет черба Классный очень супчик Я вспоминаю его Вот Ну вот Попозже Буду Сегодня я, ребят Уже свою норму съел Вкусную Попозже буду Может быть Немножко поужинали Слегка Сейчас, в общем Через 25 минут Мы должны приехать Сейчас я выберу отельчик Вот, кстати, ребят Хороший городок тоже Какой-то Сейчас загляну Посмотрим вообще Где я нахожусь-то Опа Сейчас, ребят Хотя бы Найду 5 звезд Вот, ребят Видите какой бензин 10,17 10,27 10,50 Вот надо бы посчитать Вот газ есть LPG 7,97 Потом я, ребят Посчитаю это дело Как вообще это будет На какие На наши деньги Сколько это выйдет И вот, друзья, виднеется Уже город Трабзон Впереди, ребята Я еду в отель Нашу отельчик, ребят 5 звезд Вот еду Сейчас там саунка Входит В саунку Пойду погреться Друзья Вот такой, ребят Трабзон Доехал до него Видите, время уже под вечерок Так что сильно быстро Придвигаться прям не получается Сейчас заглянем, конечно Погодка, ребят, такая Ого-го Видите, что творится Посмотрим город Трабзон Наверное, уже завтра Сегодня, наверное Что-то я отдохнуть Хочу немножко Полежать Хотя, может быть и сегодня Еще Видите, погода такая Нелегкая Поэтому вот так вот Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok